Ты смотри, а? В моём доме ещё выделывается на меня. Слушай, ты кто такая вообще, а? Тоже мне историю, она любит слушать. То, что она натворила, теперь историю, что ли? Отец Осман, я ещё раз извиняюсь от имени мамы. Она, ученик, место сказала. Тот дочек ради Всевышнего. Не знаю, в чём она провинилась. Мамочка, а что это у тебя в руках? Сюрприз для господина Османа. Надеюсь, я смогу сделать так, чтобы вы простили меня за ту нервозность, которую я создала ранее. Да не стоило, правда. Господин Османа, если позволите, это маленький подарок для вас. Большое спасибо, вы очень милы. Большое спасибо. Вы очень внимательны. Попросила вашего водителя. Спасибо ему, он купил. Причём Ракуя Яшизюм. Обожаю его. Спасибо. Знаете, господи Рязан, вы молодец. За две минуты разобрались с дядей. Вечером выпейте, наверное. Ты прав, сынок. Такую красоту со слоненной шеей нельзя оставлять в бутылке. Мамочка, можно тебя? Хочу кое-что спросить. Доченька, сейчас нельзя. Мы разговариваем. Мамочка, нужно сейчас обязательно. Господи Рязан, прошу. Ладно, сейчас приду. Что случилось с подарком для господи Зухрея? Что за глупость? Откуда рак и взялся? Подарок, который ты купила, безвкусный. Да и к тому же господин Усман больше интересовался мной. Мама Зухрея, ну как вы? Ну, так. Так, Назирея, кухня обезболивающая принеси, пожалуйста. А Назирея нет. Отправил ее домой. Домой? А почему? Чушь какую-то говорила, потому что... Да и эту полусмену, как и остальные, вычту из зарплаты. Мама Зухрея, я принесу вам лекарство. Что это, господин Усман? Ты что, днем ракыш, что ли, будешь пить? Господин Лизан дядя подарила, тетя. Ах, вот как. Ну, спасибо ей. Ракыш меня, а закуски с тебя растянутся. К вечеру подготовишь парочку, ладно? Потому что мы с господином Усманом будем пить. Боже мой, клянусь, вся с ног до головы в масле, а? На самом деле, мам, из ухранения не стоило жарить. Этого хватило бы. Доченька, разве может такое быть? Твоя мама столько дней, столько дней намекает на это блюдо. Уже и по сне-нибудь говорит. Если господин Усман не увидит, застала бы разозлиться. Вы простите, пожалуйста. Мама очень полюбила вас, немножко расслабилась, но немножко переступила грань. Да ладно, дорогая, разве может такое быть? Боже мой, будьте внимательны, мама Захре. Все нормально? Да все нормально. Все нормально, мама? Все нормально, не волнуйся. Да еду они готовят, что может быть? Господин Усман, как так случилось, что такие противоположности притянулись, а? Я не понимаю. Ну, вы такое жизненно, наполненные энергией и все еще в форме. А господа Захре более такая приземленная, такая спокойная. Будто она доверила себя годам, будто склонилась. Для Захре всегда такое было? Да. Мама очень величественная. Но может капризы любого человека терпеть. Поэтому она одна такая, ни на кого не похожая. Ну ладно. Я поднимусь к себе. Захре, поставь какую-нибудь музыку, так ведь нельзя. Ой, ей не нужно. Я вам могу спеть. Что хотите, какой песня? Ой, я тоже очень люблю ее. Только голоса нам тут не хватало. Нет, уже налей, господин Усман. Нет, еще чего. Ты не можешь пить, плохо станет потом. Да и выпей, дорогой. Клянусь, она будет пить. Ну, давайте тогда. Тогда, мне кажется, нужно выпить за тетю, что скажете? За Захру. За маму Захру. Налейте еще, госпожа Захра. Наливай, наливай. Все, хватит, Захра, для тебя много. Не хватит мне. Нет, этого мало. Мало. Дядя, сделать кофе, тетя? Тетя Захра, пойдем, сделаю тебе кофе. Ну, пойдем, а? Ну, давай, наливай, раздавай. Давай, давай, пойдем. Боже мой, не стоило ей столько пить. Мы сказали, не слушайте же. Мама, тебе тоже хватит пить уже. Да я-то привыкла. Я-то привыкла. Пойду посмотрю, как там, Дженейт. Давай, садись. Слушай, тетя, ну не надо так. Мои дети так несчастные. Мама несчастная, дети несчастные. Я не нормальной женой, не нормальной, не мамой нормальной не смогла стать. Я... У меня не получилось, Тунч. Тетя, не говори так. Ты стала очень хорошей мамой. Для Дженейта, для Кемаля, для Йилдыс. Ты всегда стоишь за ними. Из кожи вон лезешь, чтобы их защитить. Часто ты идешь против дяди, ради него. Что еще ты можешь сделать? Я... Быть может... Ну... Ну, может быть я человек, у которого много грехов. Может, я не настолько хорошая мама, Тунч. Тунч. Тетя. Слушай, холодно здесь. Давай, уложим тебя. Слушай, да все нормально со мной, Осман. Мы так хорошо пили. Зачем ты привел меня сюда? Да что это? Скажи что-нибудь. Хватит, Зухре. Спи давай. Почему мы так много выпили, а? Слушай, сынок, мы сказали, слушатели. Если вам что-то будет нужно, позовите. Все настроение испортило людям, а? Иди отсюда. Пошел вон. Рязан тебе песенки споет, настроение поднимется. Не гнепи ты, Зухре. Да не страшно. Побуду еще немного спомбить. Хорошо, дорогой. Я не пьяная, Джинейт. Я не пьяная. Молодец. Хорошо отыграешь роль. Продолжай в том же духе. Но давай еще кое-что добавим в эту игру. Ты, Усмана Кузана, сведешь с собой. Ладно. Ладно, я считаю, все сделала. Ты молодец. Госпожа Рязан. Простите, пожалуйста. Ну, это Зухре. Не привыкла к такому. Хорошо, мы ее уложили. На чем остановились мы? Знаете, в последний раз наши бокалы были в воздухе. Давайте выпьем за нас, за родственников. Давай. Learning. Давай.